Так, дорогие друзья, всем доброго времени суток, вы на канале GadgetX, и сегодня я наконец-то получил себе новое освещение. До этого, если кто не в курсе, у меня, ну и сейчас я использую обычные LED-лампы мощностью 5500 кельвинов, вот, или люмен, забыл, ладно, неважно. Короче, получил я, значит, свет новый, это LED-панель, вот такая вот Yongnuo R300. И как-то, блин, я смотрел обзоры до этого, да, там, конечно же, разбирался, у меня было несколько моделей на выбор, но я остановился именно на Yongnuo, поскольку эта компания делает гораздо более качественные продукты, и, собственно, по освещению там, ну, очень много у них хороших отзывов. положительно. Но, что меня разочаровало, это то, что на видео, блин, размер кажется гораздо больше, чем есть на самом деле. Когда ко мне приехала эта коробочка, я такой посмотрел, что-то маловато как-то. Я открыл, посмотрел, и там вообще такая панелька прям, капец, чуть ли не с две ладошки, а размером. Я думаю, что подстава какая-то, что за фигня, блин? Ну, модель у нас R300, все соответствует описанию, размеры у нас, все это самое там на сайте посмотрел, ну, как бы, я ожидал, что она будет немножко больше, вот. Единственное, что я перед видим, как заказывал, размеры, собственно, не посмотрел, я их посмотрел уже потом, когда товар приехал. Вот так у нас всегда бывает. Хорошая мысля приходит опосля, поэтому надо было брать модель, по-моему, там R600, она гораздо больше, я по видео там у некоторых блогеров смотрел. И там человек сравнивал ее с этим самым, с каким-то объектом, в общем, этот объект приблизительно был такого, не маленького размера, панель очень большая была. Но, в принципе, включив вот эту вот панель, поглядев свет от нее, то меня, в принципе, устраивает, кажется. Это только одна панель у меня приехала, еще одна в пути у меня идет, и я думаю, еще буду третью заказывать, потому что мне нужно два фронтальных света, вернее, два боковых и один фронтальных. Чтоб теней не было, и, в общем-то, хорошее освещение было. Вот, сейчас, значит, перейдем на камеру и посмотрим, чего нам там китайцы в коробочку положили. Так, вот у нас, собственно, сама коробочка Air Yongnu. Как видите, она небольшого размера, две ладошки. Вот так вот. Ну и так тоже. Так она чуть-чуть уже. Так, сейчас мы глянем. Тут у нас положили микрофибру. Чтобы протирать нашу панель. Это для ручной, это самое, держать ее, там прикрутить можно. Это у нас подставка. Можно положить на стол, вернее, поставить ее, прикрутить и поставить. А это у нас непосредственно сама голова, на которую у нас ставится панель, и она, кстати, можно регулировать наклон. Это очень хорошо. Вот эта штука, кстати, идет в комплекте, можете не переживать, потому что нигде особо, в принципе, не афишируют. Не пишут, что там в комплекте, что там. Ну да, батарея там, какой-то проводок и все. И, в общем-то, вот этих мелочей там как бы особо не описывают. В основном вот эту штуку показывают с ручкой. Так, в комплект также нам положили вот такой вот адаптер. Это у нас для зарядки. Зарядник для батареи. Я с батарейки брал. Я еще отдельно докупил кабель, чтобы можно было не от батарейки свет включать, а от непосредственного кабелька. Так. Ну и, собственно, у нас усен подходит. Это хорошо, что они переходничок положили вот этот. Вот. Так. Крепление, переходник. И под евровилку. Отлично. Так. Ну, как всегда, мне тут пристали с этого самого Юнтэнк магазин Смайлик. Уже целая куча этих Смайликов. Спасибо. Так. Смотрим, что там у нас дальше. Тут у нас... Тут у нас, тут у нас, походу, это какая-то... То ли наклейка, то ли что, да. Сертификат, наверное, какой-то. Тут у нас гарантийный колон, наверное. Да, варантикарта. Так, а это у нас... Инструкция. Инструкция, конечно же, на китайском языке и на английском. А, нет. Ну да, на английском. Я уже обрадовался, думал, на русском. Ну ладно. Так. Ну и все, собственно, в коробке больше ничего нет. И сейчас, собственно, саму панель достанем. LED панель, LED панель. Вот так вот. Такой вот у нас мягочек, как видите, мягкий, для транспортировки. Я думаю, он мне, в принципе, не пригодится. Я не знаю, потому что здесь как бы особо такого ничего нету, чтобы там царапать. Ну, в общем, вот такая у нас панелька. Так что смотрите сами. Вот у него размерчик вот такой небольшой. Можно вообще одну ладошку положить. Довольно маленький размер. С чем бы его сравнить? Сейчас мы что-нибудь возьмем. К примеру... К примеру, пачку сигарет. Вот. И вот так вот положим, вот, как видите, вот такой вот небольшой размер у этой панели. Чтобы вы понимали, да? Примерно четыре пачечки получится. Она легенькая, кстати говоря. Не очень тяжелая. И можно использовать для видеосъемок на улице. На камеру можно цеплять. Я еще купил себе там приблуду специальную, чтобы можно было камеру и свет ставить. Вот, собственно, наша батарея. Нажимаем кнопочку. Вытаскиваем батарейку. Батарейка здесь стандартная. Можно докупить ее отдельно. Если вы просто с кабельком купите. Это не проблема. Батарея у нас на 2200 мАч. Я посмотрел, есть батарейки. Можно приобрести и на 7000 мАч. Это очень хорошо. Собственно, элементы управления у нас здесь. Кнопочки. Переключение. 3200, 5500К. Вот. Это у нас тут переключать можно ход регулировки громкости. Либо по одной единице, либо по 10 единиц сразу добавляем. Ну, собственно, это у нас кнопка включения. Также она вот регулирует, как видите, здесь яркость. Отдельно можно регулировать как теплый, так и холодный свет. Это очень хорошо. На камеру, конечно, не передать, какой она яркости. Но, по крайней мере, сейчас куда-нибудь зайдем в темное место. И я вам, собственно, покажу, как хорошо она светит. Поэтому для этого мне нужно выключить свет здесь. И чтобы было максимально темно. Ну и, конечно же, я дверь тоже закрою. И вот так вот у нас светит. Наша LED-панель. Как видим, светит, в принципе, неплохо. Очень даже неплохо. Свет мягкий, яркий. Очень замечательно. Сейчас мы тут уже выключим. Вот у нас полная темнота. Тут вообще темно. Сейчас мы так... Нормально светит, слышь, вообще круто. Очень дороже, хорошо. Причем на камеру даже как-то свет кажется поярче. Потому что так смотришь, он вроде бы не такой яркий. Но на самом деле он довольно яркий. Потому что камера-то свету ловит неплохо. Ну, в камере я режимов никаких не менял. Вот. У меня здесь, собственно, все как было по стандартным настройкам. Мне и яркость не добавлялась, ничего. Да и у меня и, в принципе, настроек тут в камере таких нету, чтобы добавлять яркость. Не, а, тринь-дю. Тринь-дю. Я имею в виду по цвету. Цвета корчу не ел. Вот. Наверное, и не буду делать, чтобы вам передать именно естественный свет. Так как эта камера передает. Чтобы не вводить вас в заблуждение. Вот. Такие вот дела. Сейчас обратно камеру поставлю. Вот. Ну, и вот, собственно, вот так вот он у нас светит. В общем, свет очень хороший. Мне нравится. И то, что здесь можно регулировать отдельно белый и теплый тон, это good. И, как видите, тоже очень даже на расстоянии вытянутой руки, в принципе, нормально все освещает. Как видите, освещение очень такое мягкое. И, в принципе, можно даже немножко прикрутить свет здесь, да. Нам попробуем оставить только. Вот только теплый свет, как видим. Тоже вполне неплохо. Сейчас мы попробуем еще переключить. К примеру, 5500. Окей. Так, это мы теплый перекрутили. Сейчас мы 5500. Вот. Вот у нас белый свет. А вот мы на белый переключились. И белый тоже очень хорошо. В принципе, рассеиватель у него очень хороший. Как видите, пластиковый. И, что самое главное, не будет никакой деформации пленки. Потому что в некоторых LED-панелях там светорассеивающая пленка. Когда LED-панель нагревается, она начинает деформироваться. И, кстати, я вот так гляжу. А панель-то почти не теплая. То есть, ну так еле-еле вообще что-то есть. И то я уже рукой нагрел. Все равно вообще, можно сказать, холодное. Это тоже good. Потому что многие LED-панели очень сильно греются. Соответственно, рассеиватели деформируются. Если они там, пленка какая-то просто ставится. И это как бы искажает свет. Не очень хорошо получается. А здесь такой проблемы нет. Потому что сама вот эта вот пластиковая штуковина. Пластик довольно толстый. И деформироваться под температурным воздействием он не будет. Так что определенно можно покупать бен LED-панель. Реально классная. Мне понравилась. Даже меня уже размер не смущает. Потому что светит очень хорошо. И я уже думаю о том, как бы что... В принципе, большая LED-панель мне особо-то и не нужна. Потому что мне этой хватит. Но я думаю, все равно придется покупать. Потому что, как говорится, много света не бывает. И чем больше, тем лучше. Так что вот такое у нас сегодня видео было на Yongnuo R300 LED-панель. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Комментируем видео. Задаем вопросы. Может еще что-нибудь проверю и отвечу вам там. Так что вот такие вот делишки. Всем спасибо. Пока. Пока.